Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа волей его, закон его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестиво, но они как прах, возметаемый ветром, поэтому не стоят нечестивые на суде, грешники в собрании праведных. Ибо Господь знает путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Вот такой интересный псалом, хорошо нам известный. Я хотел бы обратить сегодня внимание на 3 стих. Праведный человек будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Вот это тот образ, которому многие из нас хотели бы соответствовать. Ну, однозначно, мы как-то знакомы с идеей праведности, оправдания через жертву Иисуса Христа. Но хотелось бы приносить плод свой. Да, насчет времени своего, тут у нас смешанные чувства. Хотелось бы не во время свое, а во время, когда вот захотелось. Лист, которого не вянет. Тут тоже интересный момент, потому что листья, бывает, наши вянут. И во всем, что не делает, получается успех. Пару моментов. Итак, смотрите. Оказывается, для плода всякого есть время. У каждого плода есть время свое. Есть время сбора одних плодов, есть время сбора других плодов, есть время сбора третьих плодов. В зависимости от того, какой у вас плод, для него есть свое время. Если плод сорвать раньше, то только вот, ну, есть люди, которые любят зеленые абрикосы. Но в целом, время сбора абрикосов наступает, когда они созревают. Более того, если дождаться до полноты времен, эти абрикосы бывают реально очень вкусными. У нас как-то вот после вот этих всех персиков и нектаринов, люди перестали ценить абрикосы. Но если абрикос не рвать раньше срока, а дать ему развиться и набрать вот ту полную силу, которая нужна, то есть вот когда придет время его, вот это время свое для абрикоса, он бывает вкуснее многих других вот этих всяких неместных плодов. Второй момент. Лист не вянет. Какое-то время назад Оксана с Тимой посадили у нас на балконе там пару таких стебельков чернобривцев. Вот. И одни из них так хорошо, они невысокие, маленькие, они начали уже сразу цветочки пускать, другие начали расти в высоту, огромные такие толстые стебли, зеленые листья, цветов нет. Цветы начали появляться спустя пару месяцев. То есть так интересно, эти расцвели раньше, эти вот только начинают расцветать. Но я помню один интересный момент, как-то они уехали, я остался дома один, и я обычно поливаю растения, но тут я как-то забыл, то ли день, то ли два, и жара была, если вы помните такая серьезная. И я прихожу и смотрю вот эти здоровые чернобривцы, они такие уже сморщенные, но никакие, просто никакие. И я понимаю, ну все, они уже пропали, их пора выкидывать. Ну думаю, полью, тем не менее. Я их полил раз под вечером, потом на ночь залил их еще водой хорошо. Ну думаю, там если не засохли, то гниют. На утро выхожу, они стоят, нормально, они поднялись, они уже не повышены, они поднялись. Опять твердые хорошие стебли, опять листья расправились. Для меня было таким интересным ощущением, думаю, вот это реально какая сила, просто дать воды, и настолько оживает растение. Просто пришла влага, и в растение преображается. То есть кажется, что это растение уже должно было все. С ним капут, оно полностью уже себя отжило. Но тем не менее, все равно это растение, оно набирает где-то новую силу. Если мы дерево, посаженное при потоках вод, вполне логично, что наш лист не вянет. Если мы как чернобривцы, которые полили в воскресенье, которые со среды уже где-то в субботу начинают задухать, и потом как-то ты не веришь уже, что там может в твоей жизни поменяться, но раз Бог вновь напоминает о себе, и какое-то происходит такое мини-локальное преображение, надо задуматься о том, где вообще потоки вод. Привязаны ли потоки вод, в первую очередь, к какому-то месту, или они привязаны к нашему отношению, которое у нас есть с Богом. Где мы черпаем эти потоки вод? Как часто происходит этот полив нашего дерева? И самый интересный момент, во всем, что не делает, он успеет, этот муж. То есть будет успех во всем, что он не делает. И вопрос в том, что же он делает. Вначале мы читаем, он не делает вот этого, не делает вот этого, не делает вот этого, но у него успех в том, что он делает. А что делает? Ага, хороший вопрос. Ну написано, что в законе Господа, да, как он там, волей его, и о законе его размышляет он день и ночь, но мы поняли, чего он хочет, и о чем он думает, а делает он что? Итак, смотрите, важный аспект христианской жизни, который мы часто недооцениваем, это дела. Есть целый ряд отрывков, в том числе и в псалмах, о том, что праведник, он питается от своих рук, благословение своих, да, дело рук твоих и так далее, и так далее. То есть встречается несколько раз это выражение. И вот мы часто не до конца понимаем эти вещи. Мы всегда верим в какое-то сверхъестественное обеспечение нашей жизни. Вот мы дерево при потоках вод, Бог меня питает, Бог меня греет, Бог дает мне все необходимое, Бог дает мне силы приносить плод, благодаря Богу моя жизнь не увядает. Все это так. Но все это Бог дает для чего? Для того, чтобы мы что-то делали, и в этом деле у нас был определенный успех. Поэтому, с одной стороны, дела для Бога важны. Он хочет дать нам успех, и успех Он нам может дать исключительно в наших делах. Если мы просто дерево, которое посажено при потоках вод, которое там растет себе, не приносит никакого плода, ничего не делает, ну, оно не может быть успешным. Где бы ты ни находился, неважно, где ты находишься, неважно, как близок ты к источнику жизни, если эта жизнь не проходит через тебя, не преображает тебя, не запускает в тебя какие-то процессы, которые не выдеваются в определенные действия, ты не можешь быть успешным в своем призвании. Если у тебя есть призвание молиться, ты не молишься, ты не можешь быть в нем успешным. Если у тебя есть призвание проповедовать Слово Божие, ты его не проповедуешь, ты не можешь быть в нем успешным. То есть это базовое такое понимание. То есть понятно, что потом мы можем делать вещи по-разному, правильно или менее правильно, но если мы их не делаем вообще, невозможен в нем успех. Если у тебя есть призвание быть хорошим мужем или хорошей женой, но ты ни с кем не встретился, не женился, не вышел замуж Ты не можешь быть успешным, это в принципе невозможно, нельзя быть холостым и успешным семьянином То есть как бы это есть явное противоречие Если Бог тебя призывает к определенным вещам, а ты эти вещи не делаешь, Он не может тебе дать в этих вещах успех Божье желание в том, чтобы мы были успешны Но при этом мы видим из этого отрывка, что не всякое дело это то дело, которое интересно Богу То есть есть такое законническое понимание, ты делай, 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 делай и все равно будет результат Причем это даже такое законническое понимание, ну не совсем Божье, а скорее такое понимание этого мира Трудись упорство, там 1% таланта, 99% труда и ты получишь желаемый результат Ну будет ли этот желаемый результат тем успехом, которого от тебя хочет Бог Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей Оказывается вот эти нечестивые, грешные и развратные, они тоже делают дела Они ходят на совет Интересная штука, нечестивые советуются Нечестивые серьезно подходят к своему нечестью Когда коррупционер замышляет коррупционную схему, он очень сильно напрягает свои мозги Он напрягает свои связи, он напрягает своих юристов, он напрягает свой карман Потому что нельзя как бы взять и сразу вытащить какие-то деньги коррупционные Сначала надо вложить эту схему, подготовить Он активно над этим работает Возможно ущерб себе, для чего? Для того, чтобы потом нечестивым путем снять хороший урожай чьих-то средств И переложить их в свой карман Нечестивые ходят на совет Нечестивые стоят на пути Они не сидят дома Они стоят, они наблюдают, что куда движется Они контролируют денежные потоки Они смотрят, что откуда и как переходят И они думают, как бы туда вклиниться и часть этого завязать на себя Собрание развратителей Оказывается, даже развратничать в одиночку Ты не можешь достичь успеха в этом, полноты Нужно собрание Нужны другие развратники, с которыми ты мог бы объединиться И вот тогда у тебя получится это поразвратничать на славу Ну только не на славу Божью, не на славу человеческую На ту славу, которая как пыль, возметаемая ветром Как прах, возметаемый ветром И смотрите Образ Прах, возметаемый ветром Вот если вам случалось попадать в какую-то пыльную бурю Ну у нас они тут не часто Но бывает перед разой, когда поднимается реально пыль То есть ты понимаешь, что-то происходит Оно как-то страшно Оно как-то, ну, глаза тебе забивает Вокруг это все крутится Есть в этом некая сила Но ветер прошел, пыль осела Абсолютно ничего нет Но в тот момент, когда ты внутри этого Тебе кажется, что ты захвачен чем-то великим Чем-то сильным, чем-то мощным Есть определенные дела Которые, ну, ведут К тому или иному результату Но не всякое дело Нужно Богу Не всякое дело Богом благословляется Но с другой стороны Бог не может благословить нас в полноте Бог не может дать нам успех Без определенных Как бы Усилий с нашей стороны То есть мы не можем приносить плоды Ну, не принося плоды Скажем так, да То есть плоды не могут появиться Сами по себе Есть первое и главное условие Которое мы видим из этого отрывка В законе Господа воли его И о законе его размышляет он день и ночь То есть праведный человек У него есть желание Это первый момент Мы читаем, что желание производит Бог У него есть желание Воля В законе Господа воля его То есть он направляет Вот свою волю Он направляет все к тому Чтобы Божье проявилось Чтобы Божье состоялось То есть это человек Который хочет Божьего Это человек У которого есть Может быть какое-то видение Которое Есть понимание того Каким образом Что-то должно поменяться То есть вот ты видишь коррупцию В стране Ты понимаешь Должно быть как-то по-другому То есть твоя воля Ты постоянно об этом видишь Ты видишь социальную несправедливость Ты понимаешь Должно быть как-то по-другому Ты видишь людей Которые идут в ад Ты понимаешь Должно быть как-то по-другому Ты читаешь о Божьем Царстве И ты понимаешь Что это за Царство Это Царство В котором нету нужды Это Царство В котором нету немощи Это Царство В котором есть нормальные Здоровые отношения Это Царство В котором есть определенная любовь Принятие Созидание И так далее Ты смотришь вокруг себя Ты этого не видишь И ты молишься Господи пусть придет Царствие Твое На землю Как оно есть на небе Вот то что есть на небе Вот та жизнь Вот та радость Вот все то красивое Все то светлое Все то доброе Все то сильное Я хочу чтобы оно было здесь То есть мое сердце лежит к этому Я хочу этого Мне не нравится то что я вижу вокруг себя Мне не нравится Может быть на каком-то элементарном бытовом уровне Мне не нравятся люди Которые рядом матерятся Мне не нравятся там заплеванные подъезды Еще что то Но не потому что я такой вот Мне все не нравится Потому что я понимаю Что этот человек Бог вложил в него определенное достоинство Бог вложил в него определенную красоту Бог дал ему дар речи Дал ему уста Для того чтобы он возвещал О великих делах Божьих Он их тратит на такую чепуху И ты понимаешь Это слишком низко для тебя Ты должен быть лучше Ты можешь быть красивее Ты можешь быть выше этого всего Другой момент Ты смотришь То есть ты понимаешь Что это место Где люди живут Это место Вот где-то вот этой отблески Эдемского сада То есть человек должен преображать мир вокруг себя Делая его лучше Являя его те творческие силы Которые Бог в него вложил А не просто разрушая его Не просто высасывая из него все ресурсы Уничтожая его И оставляя его в запустении То есть ты понимаешь Что как-то все должно быть по-другому Воля лежит к этому Сердце лежит к этому А законе его размышляет он день и ночь Человек который ищет Бога Человек у которого есть это желание Он постоянно задается вопрос Господи Как это может случиться Каким образом Вот этот мир может стать вот таким вот миром Каким образом Вот это ветхое творение Которое нас задавливает Оно может стать новым творением Ты смотришь на себя И ты думаешь Господи Кто я Какие у меня силы есть Что я в принципе могу Я понимаю Что как-то мир должен поменяться Зачем-то ты мне это показываешь Я не знаю Что я могу делать Я не знаю Что вообще нужно сделать Для того чтобы мир стал другим Зачем мне это нужно видеть Почему я Ну почему эти мысли приходят ко мне Праведный человек Он Размышляет о законе Божьем Его воля лежит К закону Господа К тому что есть Божье Закон это не просто Как бы какие-то нормы поведения Но то что Бог определил То изначально что Бог сказал Да будет вот так Он сказал Да будет свет Стал свет Сказал Пусть отделится твердь Которая сверху От той которая снизу Она отделилась Пусть там появятся птицы Пусть появятся животные Они пылись То есть вот то что Бог изначально задумал Ты размышляешь об этом И Твое сердце лежит к этому И когда ты об этом размышляешь Когда твое сердце лежит к этому В какой-то момент У тебя появляются конкретные шаги У тебя появляются конкретные идеи И тогда Бог дает свою жизнь. Бог дает живую воду, которая дает нам способность приносить плод, которая дает нам способность самим не сдохнуть на этой Божьей Ниве. Потому что иногда бывает такое впечатление, что призывов много, нам нужны труженики на Ниву Божью. А ответа мало, потому что там на Ниве солнце палит, стакан воды никто тебе не поднесет, тебе на эту Ниву выгонят, запрягут в плуг, дадут ботагом. И сколько ты там сможешь пропахать, вот это все твое, а потом там ляжешь и станешь удобрением на этой Божьей Ниве. Сколько таких миссионеров, которые реально стали удобрением на Божьей Ниве. Перегорели люди. Семьи поразваливались, кто-то просто эмоционально выгорел, кто-то финансово просто потерпел полный крах, кто-то здоровье подорвал. С хорошими вроде намерениями, дело Божье, да? Но изначально Бог дает силы для того, к чему Он нас призывает. То, что будоражит нас, то, что не дает нам спать по ночам, то, что мы не можем пройти мимо, спокойно глядя на какие-то вещи. Бог дает нам силы, Бог дает нам жизнь для того, чтобы мы не завяли, для того, чтобы мы приносили плод и более того, чтобы мы имели в этом определенный успех. Да, то есть видите какие-то градации. С одной стороны лист не вянет, то есть оно само, дерево, остается живым. Второй момент, оно приносит плод, то есть проявляется еще больше жизни, какой-то результат. И третий момент, успех в том, что он приносит это плод. То есть не просто какое-то там рядовое дерево, там, я не знаю, как говорят, там столько-то центнеров с гектаром, много там центнеров с гектаром. Это те вещи, которые Бог определяет для нас. И все упирается в простые вещи. Есть то, что мы не делаем, что как бы не наше. И есть вещи, которые нам необходимо сделать. Во всем, что он не делает, он успеет. Причем, как бы мы можем быть в этом намного лучше нечестивых. Они не устоят на суде праведных, в собрании праведных. Если нечестивые люди настолько серьезно относятся к своим нечестивым делам, собирают советы, слушают мудрых нечестивых, да? Собираются вместе для того, чтобы в своем грехе, в своем нечестие достигать новых высот. То тем более мы, люди, оправданные, омытые кровью Иисуса Христа, свободные от греха, свободные от Его власти. Свободные, чтобы творить добро, чтобы являть Христа в этом мире. Тем более мы должны серьезно относиться к тем делам, которые Бог призвал нас делать, если мы хотим быть успешными. Это слово успех, оно в последние годы очень часто звучало в церкви. И часто предполагался тот успех, который есть в мире, просто с христианским привкусом. Посмотрите, какой молодец этот пастор, он одевается в Армании. Один мой друг был на большой, такой очень популярной конференции, она и здесь в Украине популярна, в Штатах конференция. И говорит, выходит человек, его представляют, вот он там написал столько-то книг, он провел столько-то семинаров, он там столько-то людей там, рассказал им, как им правильно жить, то-то, 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 то-то. И как бы вот все подается в таком ключе. Говорит, я бы хотел услышать, как этот человек, какая у него семья вообще, как он там, что о нем думает его жена, что о нем думают его дети, да? Вот какая у него репутация в его церкви, то есть как человек живет, этого нет, да? Но плоды вот этого мира, вот книга вышла каким-то тиражом, там провел семинар на пять тысяч человек, там, я не знаю, там, сделал то-то, 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 был директором в такой-то фирме, потом заступником директора в другой, потом генеральным в третий, да? То есть такой хороший, впечатляющий послужной список. И человек выходит и говорит, как бы, такие вещи, ну, что она сказала? Вроде неплохие, хорошие вещи, но, как бы, ты ожидаешь чего-то другого на христианской конференции. У меня недавно такая интересная была ситуация, я время от времени там, как бы, для подработки перевожу определенные тексты, как вы знаете, и там много христианских текстов. Вот, и один из вариантов, вот, есть разные проповедники, есть там пасторы таких, мега-церквей, как их называют, достаточно больших. Вот, и некоторые из них, вот, у меня к ним такое очень скептическое отношение, то есть люди, в принципе, говорят, иногда такие, ну, знаете, просто хорошие советы, как правильно жить. Да, там, пей больше воды, ложись пораньше спать, не пей кофе после двух дней, и будет тебе счастье в жизни. То есть, ну, как бы, правильно все сказал, да? И вот, в целом, иногда у меня к ним такое изначально скептическое отношение, потом ты переводишь эту его проповеди, смотришь, в принципе, в каждой проповеди что-то для себя берешь. То есть, не было ни одной такой, знаете, как, ну, порожняковой проповеди, когда человек там полчаса что-то говорил и ничего бы хорошего не сказал. То есть, какие-то вещи я в любом случае для себя беру. Иногда Бог какие-то вещи покатит, иногда я прям так все, ух ты, вот это прям сейчас то, что мне надо, да? Но я недавно, вот у меня такое было, знаете, как озарение, не озарение, заметил такую интересную вещь. Вот, когда человек говорит о жизни, он рассказывает такие классные, вдохновляющие истории, да? Там, вот, какой-то был бедный чернокожий парень, там, у него не было никакого будущего, но он проявлял упорство, там, 15 раз поступал в университет, ему постоянно отказывали, на 16 раз его взяли, там, вот. Вот, он доучился, стал сейчас там трижды доктором, четырежды академиком, и вот, какая великая сила упорства и просвещения. Вдохновляет, такие вещи вдохновляет. Рассказывает там о каком-то человеке, который много лет там работал, ему, как бы, руководство не оказывало должного признания, потом, в конце концов, у него появилась какая-то идея, он эту идею развил, запатентовал и заработал много миллионов. Вдохновляющие вещи. То есть, это хорошо, это приятно слушать. И тут, я думаю, такой странный момент, вот, когда многие из этих проповедников говорят об этих вещах, их реально хочется слушать и это вдохновлять. Как только они начинают говорить о Боге, начинаются какие-то странные моменты. То есть, они как-то так странно о Боге говорят, и ты, вроде, сидел только что такой весь зажженный, а тут, ну, он же христианин в церкви, ему надо вставить пять копеек и христианских, да? И вот точно так же Бог там проявил упорство, то есть, и Бог такой у него какой-то выглядит, такой мелкий. То есть, вот он рассказывает о человеке, который добился успеха, и этот человек выглядит хорошо. А потом он точно так же рассказывает о Боге. И вот этот образ успешного Бога, в кавычках, он такой какой-то странный, такой какой-то, ну, никакой. То есть, ты думаешь, ну, неужели вот это, Боже, ты такой вот? Неужели ты точно такой же, вот, ты в чем-то нуждался, у тебя что-то не получалось, ты переживалась за низкой самооценкой, а потом ты это все победил, оставил нам пример талантливого. То есть, как-то вот, как только начинают говорить о Боге, получается чепуха. Когда говорят о жизни, когда говорят о менеджменте своего времени, о еще о чем-то, о самообразовании, хорошие, правильные вещи, да, ими, замечательно. Как только начинают говорить о Боге вот с этих позиций, получается какая-то ерунда. Успех с точки зрения Бога, он немного другой. Успех в Царстве Божьем немного другой. Те христиане, которых там распинали, бросали львам, сжигали в церкви Нерона, они были успешными людьми в Царстве Божьем, потому что на место каждого из них становилось несколько вновь обращенных людей. Они действительно стали семенем, которое умерло для того, чтобы ожить в вечности и ожить в новых обращенных людях. Они были успешными людьми. Но эта история обычно никого не вдохновляет, потому что, ну, как бы, классно, когда ты болел, и Бог тебя исцелил. И плохо, когда ты болел, и потом ты умер, претерпевая страдания, не потеряв веру в Господа. Это неинтересное свидетельство, никому такого не надо. Если скажут, да, спасибо тебе, брат, хай Бог благословить, но мне надо по-другому. У нас есть всегда свое понимание, но Бог хочет дать нам успехи. И для того, чтобы нам иметь Божий успех, нам нужно делать дела Божьи. Простая мысль, вот это как бы все, вот это все, что я вам рассказывал, 20 минут ради вот этой мысли. Если мы хотим быть успешными в Божьих глазах, нам нужно делать дела Божьи. Бог не может благословить то, чего мы не делаем. Бог может дать нам силу там, где мы начинаем что-то делать. Если Бог говорит нам, давайте не так, если мы идем, проповедуем, Бог может дать силу нашим словам. Если мы возлагаем руки, Бог может исцелить людей через это. Может и не исцелить, но может исцелить. Если мы берем эти 5 хлебов и 2 рыбы, преломляем их и воздаем благодарение, Бог может их умножить. Но если 0 рыб, 0 хлебов, то 0, сколько ты его не умножай, там хоть в 30, хоть в 60, хоть в 100 крат, будет 0. Мы привыкли, знаете, Господь умножить в 30, 60 и 100 крат. А что умножить? Что ты Господу дал? 0. Вот он умножил, пожалуйста, получи большой 0. И вопрос не в деньгах, здесь вопрос в других каких-то моментах нашей жизни. Мы все привыкли мерять там деньгами, вот сколько ты пожертвовал в 30, 60 и 100 крат. Нет. Это жизнь наша, которую мы сеем. Вот ты ее посеял, ты в его что-то вложил, и Бог способен это благословить. Вот есть человек, с которым ты проводишь время, там раз в месяц ты с ним встречаешься, молишься, о чем-то говоришь, и ты, возможно, плодами никакого не видишь. Но ты сеешь какие-то вещи, и Бог может это благословить. Так, как мы иногда не знаем. Иногда Бог может это вытянуть в нужный момент, когда там человек будет находиться в состоянии нужды, и тогда это может стать просто очередным кирпичиком в то строение, которое в его жизни созидают. То есть Бог может это благословить. Но если ты этого не делаешь, Бог это благословить не может. Ну не потому, что он такой вредный, не потому, что он хочет что-то там, ты мне, я тебе. То есть не работают такие отношения. Но мы созданы для того, по образу Божьему, да, чтобы творить что-то, что-то преображать, что-то менять. И вот эту силу нашу творческую Бог способен благословить. Бог способен благословить наши творческие дары. Бог способен благословить общину, то, что Он определил. Да, Бог способен благословить наше определенное посвящение, Бог способен благословить наше общение и так далее, и так далее. Хотим хороших отношений, надо разговаривать, пытаться, Бог может благословить, что-то из этого сделает. Хотим мудрости, надо читать книги, надо молиться, надо общаться с мудрыми людьми, Бог может это благословить. Ведь сама по себе мудрость, она не образуется из ничего, из вакуума. Мудрость Божья, то есть надо взыскать Бога. Хотим силы Божьей, надо искать Бога, надо искать Его лица. И так далее, и так далее. То есть Бог благословляет все, что не делает праведный человек, у которого воля в законе Господа, и который об этом в законе Господа размышляет день и ночь. Заметьте, у него есть желание, он размышляет, он обдумывает. Возможно, он ошибается в каких-то вопросах. Но потом, когда он делает, Бог благословляет это. И когда Бог благословляет, этого достаточно для того, чтобы принести плод, и для того, чтобы не засохнуть самому. Вот это есть великое чудо Божье. Потому что когда мы производим плод ценой опустошения себя, тут как бы вопрос, насколько это Божий плод. Если ты себя загнал уже в тупик полнейший, ну как бы у тебя есть какие-то результаты, ну не хочет Бог, чтобы твоя церковь росла ценой твоей семьи. То есть это как бы чепуха. И не хочет Бог, чтобы твоя семья процветала за счет того, что в церкви какие-то люди малоимущие останутся без твоего внимания. То есть как-то у него, если Бог благословляет, то он благословляет во всем. Благословение Божие обогащает. И печали не приносит. То есть это не то, что ты из одного кармана вынул, а потом смотришь, в другом ничего нет. То есть когда Бог, Бог дает семя сеющему и хлеб в пищу. То есть когда Бог дает, он дает так, что этого хватает и для тебя, и хватает для того, чтобы производить дальше. То есть ты не остаешься без плода, отдавая. Ты не остаешься без плода, делая что-то. Ты сам имеешь этот плод. Есть плод для других, есть какой-то плод для тебя. И во всем этом прославляется Господь. Поэтому, друзья, хотел бы призвать нас всех быть делателями. Делателями Божьих дел, для которых нам дана сила. В принципе, Бог нам дал силу только для этих дел, а не для каких других. Давайте принесем Богу наши пять хлебов, две рыбы. Просим Его благословить это и умножить. Попытаемся накормить хотя бы тех, которые рядом. Возможно, это как-то распространится на тех, которые дальше. Продолжение следует...